Друзья, всем привет! Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу обсудим, что у нас происходило с биткоином, с альткоинами, где я частично фиксировался, где позицию я до набирал, ну и, собственно говоря, чего я жду от рынка. Думаю, это видео будет довольно актуально, потому что биткоин как раз пробил свою локальную поддержку, которая находится на уровне 11500 долларов и устремился к уровню 11000. Для начала я хотел бы с вами обсудить довольно важный момент, что происходило с биткоином на предыдущем откате. Довольно многие сказали, что это был срыв-стопок, и да, действительно, это так можно расценивать, но здесь на самом деле было нечто большее, поэтому давайте с вами разберемся. Как раз у нас биткоин держал 11500, сейчас его откупают, но об этом чуть-чуть попозже скажу, хотел бы разобрать ситуацию, которая была на предыдущей коррекции. Соответственно, мы с вами увидели рост, рост там почти до 14000, мы не прошли довольно важное сопротивление, которое нас может унести там чуть ли не до 17000. Смотрите, в общем, пошла коррекция, смотрите, как здесь выросли объемы. Объемы здесь выросли колоссально, я в моменте все это дело отслеживал. Чтобы вы понимали, когда вот здесь вот торговался актив, спред, здесь была, соответственно, разница между биржевыми стаканами, здесь была вплоть до 800 долларов. Дичайшие объемы давили, откупали, давили, откупали. И действительно, вот эта вот вся ситуация, я ее смотрел там несколько часов в моменте, не отходя от терминала, показывало то, что маркетмейкеру очень нужен этот уровень. И действительно, это довольно логично. Почему логично, сейчас объясню. Но сам факт, что вот этот уровень здесь на дичайших объемах, ну, то есть, вы видите, насколько здесь все росло, там дичайший был спред, и в итоге вот эту позицию защитили. Но это была явно не обыкновенная коррекция, здесь была цель куда ниже, но маркетмейкер показал, что нет, ниже нам не нужно. Поэтому мы с вами должны вот уровень 10500 очень-очень сильно держать в виду. Потому что, я думаю, очень маловероятно то, что нас будет опускать ниже в ближайшее время. И это действительно довольно логично по той причине то, что преломление 10 тысяч, оно вызвало дикий ажиотаж. Во-первых, СМИ, во-вторых, довольно большое количество прибежало на этот рынок. Тем более, там, грубо говоря, вчера 10 тысяч, завтра было уже 14 тысяч. Разумеется, люди там сходят с ума. СМИ, соответственно, уже даже обыкновенные, не специализированные, начинают говорить про рост биткоина. И сейчас опускать актив ниже 10 тысяч. Но это неправильно, это не то, что я думаю, нужно маркетмейкеру. Я думаю, маркетмейкеру сейчас нужен ажиотаж вокруг всего этого дела. Поэтому я считаю, что на самом деле какой-то супер глобальной коррекции сейчас, ну, просто нет смысла ожидать. И я не думаю, что там даже в средний срок нас опустят ниже 10 тысяч, потому что только он там поднялся, да, и сразу начнут писать статьи, что биткоин поднялся, там, грубо говоря, до 14 тысяч, а потом с крахом улетел ниже 10. Смотрите, какая это там страшная штука, ни в коем случае не инвестируйте биткоин. Поэтому я думаю, на данный момент пока что маркетмейкер этот уровень держать будет. Соответственно, мы с вами наблюдали, как эти позиции были защищены. Сейчас мы увидели с вами коррекцию. По поводу коррекции я вот в группе как раз в нашей писал. Вот эти вот уровни все. Сейчас они, я думаю, должны отстоять. По крайней мере, локально. Также хотел бы обратить внимание на довольно важный момент. Вот здесь пошла у нас коррекция, альта посыпалась. Соответственно, мы начали с вами отрастать, да, альта потянулась за биткоином. Здесь мы увидели коррекцию, альта на самом деле в процентном соотношении с биткоином упала гораздо ниже, что показывает, что сейчас в нее входит, все равно ее откупают на этих коррекциях. Также хотел бы обратить ваше внимание на уровень 12500. Этот уровень, то есть, соответственно, если вы там более безопасно хотите торговать, то при пробитии биткоином этого уровня, в принципе, можно подбирать все, что плохо лежит. Я немножко более рисково здесь поступаю. Я подбирал альты, соответственно, там уже какая-то альта в плюсе, какую-то я переливал. Сейчас как раз про это расскажу, я все выписал. И сейчас я, конечно, принял на себя более сильный риск, но менее рискованная ситуация, конечно, от 12, вот, соответственно, пробития, закрепления и от 12500 заходить. Там вас могут прокатить вплоть до консолидации, это получается 13200, то есть, ну, 700 долларов. То есть, на пробитие вот здесь 700 долларов, это, как говорится, грубо говоря, легкие деньги будут. На данный момент, конечно, рынок более нервный, но все равно я пока ничего сверхъестественного тут не вижу, особенно учитывая, как у нас откупают уровень 10500. Теперь кратко хотел бы рассказать по последним своим сделкам. Соответственно, эфир я покупал на уровне 312 долларов, продавал его частично по 334. На откате перезакупал по 292. Пока все, пока ничего с ним больше не делал. Постолар-люмина я его покупал по 12,1, а частично фиксировал в зоне от 12,7 до 13,1, напоминаю, рост он до 13,4. Соответственно, ту часть, которую фиксировал, частично перезакупал на 0,111 и 0,123. Ripple покупал по 42,5 цента, частично фиксировал по 47 центов, потом перезакупал, думал, что будет остановка от 45, и потом еще соединялся по 41,5. В принципе, здесь тоже хорошая позиция набрана, и здесь мы сейчас находимся на самом деле около донных значений локальных. Рискованный, но неплохой вход по этому активу, плюс учитывая фундаментальный фон. OMG покупал по 2,3, частично фиксировал по 2,7, но все равно основная цель у меня, так как это шиткоин, основная цель, чтобы он сделал там 100%, я те деньги, которые в него вложил, вытащил, и дальше пусть делает, что хочет. Ну, потому что слабая монета, понимаете, да, там может есть какой-то фундаментал, но актив очень слабый, очень маленькая капитализация, это большой риск. Также по лайткоину, соответственно, ну вот я даже когда создавал группу, тогда лайткоин стоил в районе 140 долларов, и все говорили, купить лайткоин, купить лайткоин, купить лайткоин, говорил, нет, ребят, не надо покупать лайткоин, это рискованная тема, лайткоин все равно покажет откат. Лайткоин откат показал, здесь я уже решил набирать позицию, соответственно, что я здесь делал, я его набрал по 114 долларов, да, и когда он начал уже показывать рост, а другая льта стояла, я его фиксировал в среднем, половину зафиксировал по 128 долларов, несмотря на то, что он сейчас дороже стоит, ну, плюс-минус, он сейчас стоит 131, я его зафиксировал по 128, и вот эту половину я распределил между Стреллар Люмином и Риплом, то есть я получил там, получается, сколько-то, в районе 12 процентов, насколько я помню, я считал, я вот половину эту распределил и переложил это в Люмин и в Рипл. Соответственно, что я считаю сейчас по рынку? У нас есть очень хорошие поддержки, особенно вот это 10500, ну, там получается диапазон 10300-10600. В этом диапазоне нас очень круто откупали, я думаю, что даже если сейчас нас потянут ниже там каких-то локальных поддержек, поддержку в уровне 10500 мы все равно должны будем выдержать, но это пока что мое такое мнение в моменте. И на самом деле сейчас довольно неплохо смотрится альта, да, она может еще немного откатиться, но если смотреть более среднесрочно, альта находится в своих каналах, на донных значениях, и в принципе уровень может быть не предыдущего хая, но около предыдущего хая альта должна показать. А это в любом случае там от 10% плюсом. Еще раз напоминаю то, что это более рискованное решение, менее рискованное решение, конечно, на пробой и закреплении биткоина в уровне 12500 долларов. Поэтому локально по рынку мы можем наблюдать небольшой откат, но более среднесрочно все-таки я ожидаю рост по альте и по биткоину. Плюс, соответственно, мы не должны забывать то, что сегодня выходной день, у нас меньше защитных объемов, поэтому я думаю, сегодня надо просто расслабиться, даже если там будет какое-то более сильное падение, но, разумеется, если не будет ниже, чем 10300, тогда там, конечно, надо будет принимать какие-то критические решения, потому что мы, если уйдем на полноценную коррекцию, грубо говоря, по Fibonacci, нас могут отправить вплоть до уровня 8600 долларов. Поэтому, если там будет какое-то уже жесткое преломление, конечно, надо будет принимать какие-то более критические решения. Но на данный момент, я считаю, что ничего такого сверх страшного нету и, наверное, стоит просто немножечко потерпеть вот эту неприятную ситуацию. Напоминаю, что по ссылке в описании вы можете найти форму для того, чтобы приобрести подписку на мои ежедневные обзоры. Лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова